Магистрская программа радиофизика В ходе прямого эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документов, вступительных испытаниях, условиях приема и особенностях учебного процесса На все интересующие вопросы ответит директор Института физики Никитин Сергей Николаевич Иванович Иванович, прошу прощения И руководитель Высшей школы киберфизических систем и прикладной электроники Шерстяков Олег Николаевич Итак, добрый день, господа, и, пожалуй, начнем И первый вопрос В Институте физики среди магистрских программ реализуется направление радиофизика Хотелось бы поподробнее узнать об этой самой программе Возможно, здесь начну я Во-первых, дорогие витуренты, здравствуйте Направление, магистрское направление радиофизика У нас направление подготовки с двумя профилями Первый профиль — это распределенные интеллектуальные системы И второй профиль — это квантовые устройства и радиофотоника Я думаю, что мы поступим следующим образом Что о первом профиле, который ближе По тому, чем много лет занимает Олег Николаевич Распределенные интеллектуальные системы Расскажет Олег Николаевич Про кванты в устройстве и радиофотонику я с удовольствием отвечу на вопрос и я Так что, Олег Николаевич, пожалуйста Начнем с первого профиля Я немножко все-таки скажу, что такое радиофизика Вы, наверное, все-таки интересно, откуда возникла наука радиофизика Потому что, наверное, от изобретения Попова радио пошло Еще раньше от опытов Герца То есть это электромагнитные волны То есть все, что нужно знать, исследовать В области распространения радиоволн Излучения радиоволн Генерации радиоволн Самого различного диапазона Это радиофизика Но и сразу хочу сказать, что, наверное, если бы радиофизика не развивалась такими Вернее, радио не развивалось такими темпами То у нас, наверное, бы не было того прогресса, который мы сейчас в компьютерных системах имеем Потому что вся электронная база компьютерных систем Это именно радиофизика А элементная база — это основа Дальше цифровая революция Которая произошла у нас в 80-е, 90-е годы Это переход от аналогового сигнала Значит, к цифровому сигналу Это тоже на этой базе произошло И то, что мы сейчас имеем Это мобильная революция Мы знаем, что передача данных по радиоканалу Самого различного диапазона Сейчас мы говорим 5G Уже у нас на очереди идет разработка стандартов 6G То есть это широкополосные системы связи Самого различного назначения И решения самых различных задач Здесь могут быть и задачи мониторинга Космического мониторинга с помощью радиоволн Это и GPS GLONASS Передача данных Навигации Это тоже радиоканал Это и системы определения местоположения Это без радиоканала их сделать нельзя И, соответственно, мы движемся по радиодиапазону По электромагнитному спектру Все выше и выше и выше До оптики, да, Сергей Иванович И поэтому задача сейчас радиофизики Как раз освоение И не только освоение А прикладное освоение Вот этого электромагнитного спектра Сейчас достаточно хорошо освоен спектр До 10 гигагерц Наша задача 100-150 гигагерц Терагерцы И выше И выше, да То есть тогда мы сможем говорить о том Что мы получим совершенно уникальные Широкополосные каналы связи Мы не будем задумываться о том Где мы находимся В какой момент мы передаем эти радиосигналы И как мы их используем То есть это должно делаться автоматически И вот теперь возвращаясь Соответственно К направлению распределенной интеллектуальной системы Вообще, вот вы, наверное, услышали Что в Институте физики была создана Высшая школа киберфизических систем И прикладной электроники И что такое киберфизические системы Это системы, которые обеспечивают Взаимодействие физического мира И цифрового мира, да И, соответственно, это технологии Индустрии 5.0 Поэтому, что это такое? Это интернет вещей Это бигдата Это сенсорные сети И, вообще говоря, различные интеллектуальные системы Так вот, здесь мы объединяем Два направления Распределенные сенсорные сети Которые собирают информацию Совершенно, может, колоссальных площадей В различные моменты времени, да Передают их по различным каналам Передачи информации Причем эти каналы заранее не фиксируются Они определяются, исходя из того Какой канал наиболее выгоден в данный момент И, соответственно, что такое распределенные Распределенные – это, значит, не имеющие Единой системы управления То есть, мы говорим об этом С точки зрения как раз информационной безопасности Потому что, если есть центр управления То этот центр управления Всегда можно каким-то образом заблокировать Уничтожить, дискредитировать и так далее Так вот, здесь это говорится о том Что мы создаем сети Которые управляются из разных мест Накапливают информацию в разных местах И, соответственно, принятие решения и управление Такими системами осуществляется на основе искусственного интеллекта Поэтому это распределенные интеллектуальные системы Примером таких систем, например, может быть роль беспилотников Например, управление беспилотными автомобилями Взаимодействия их между собой Ну и много-много различных таких вот роботизированных систем Сейчас мы наблюдаем колоссальный прогресс Именно централизованных, не централизованных Специализированных роботехнических систем А здесь мы говорим о том, что это интеллектуальные системы С разными задачами С распределенным центром управления Под целевую функцию, которая задается человеком Поэтому здесь и радиоканал, и обработка сигналов И вопросы принятия решения И защита информации То есть это, вообще говоря, интегральные проекты Поэтому вот такое направление очень интересно С точки зрения, вообще говоря, такого направления нет нигде Мы знаем там, скажем, в Скалтехе сенсорные сети Интернет вещей, да, у нас элементы этих курсов тоже есть Но у нас более обобщенные курсы И вот цикл это распределенные интеллектуальные системы Ну и второе направление Второе направление, тогда кратенько представлю я Еще раз название этого направления Квантовое устройство и радиофотоника Вот здесь, в общем-то, сложены два, так сказать, таких Современных термина Значит, во-первых, что понимается под квантовыми устройствами Прежде всего, это все, что связано с лазерной техникой То есть это квантовые генераторы, квантовые усилители И когда я говорю все, что связано, это означает следующее Это, значит, наши студенты изучают и занимаются лабораторией Начиная с выращивания кристаллов, которые будут использованы в лазерах Они конструируют сами лазеры, они используют лазеры для различных приложений И в науке, и, так сказать, для каких-то там чисто прикладных задач То есть вот здесь можно сказать так, что вот эта часть Тогда, когда все, что касается лазерной техники От этапа изготовления ее частей, разработки этих частей Понимания физики этих частей До конструирования конкретного лазера А почему я говорю слово конкретно? Потому что у любого устройства должна быть та задача, которую он решает Ну и использование, как правильно это все применить Также под слово квантовое устройство Значит, здесь есть у нас еще одно такое направление Это разработка материалов Разработка устройств на их основе Для квантовых вычислений, для хранения квантовой информации Это отдельное, очень интересное направление Я могу сказать так, что мы здесь работают и в сотрудничестве физики Студенты, которые учатся в магистратуре физика И студенты, которые учатся в магистратуре радиофизика Поскольку, с одной стороны, нужно глубокое понимание принципов физики С другой стороны, нужно понимать, как это все реально можно сделать В качестве таких направлений я могу сказать Это одно направление, но, может быть, слова сейчас покажутся не очень такими понятными Это сверхпроводящая спинтроника Что это такое? Значит, спинтроника это раздел электроники Когда при протекании электрического тока А это у нас количество электронов Мы смотрим за тем, как ориентирован магнитный момент каждого электрона Сверхпроводящая это означает следующее Что используются такие материалы И эта электроника требует температур достаточно низких Порядка 10-15 градусов Кельвина То есть это в район минус 260 градусов Цельсия Но, вот то, что говорил Олег Николаевич В этом случае тактовая частота компьютеров Которые, так сказать, реально можно делать на такой технике Поднимается до почти 1000 ГГц То есть если мы сейчас говорим 2-3 ГГц То это в 500 раз увеличение тактовой частоты Это в 500 раз увеличение быстродействия Вторая принципиальная вещь Вот если мы с вами задумаемся о том А почему у нас есть в настоящее время ограничения При создании суперкомпьютеров Но прежде всего самое главное ограничение У нас связано с тепловыделением Поскольку если мы задумаемся А что будет, если мы захотим все меньше и меньше делать наши чипы Все больше и больше увеличивать плотность Количество активных элементов в нашем чипе То мы увидим, что на элемент объема Будет все больше и больше вырабатываться энергии И поэтому это есть настолько серьезное принципиальное ограничение Что когда на современные устройства На современные суперкомпьютеры Необходимы целые электростанции Те системы, которыми мы занимаемся Вот там цифра абсолютно фантастическая На один логический элемент На переключение этого логического элемента Требуется 10 минус 18 степени джоуля То есть это означает, что вот такие-то вот устройства Они в будущем позволят создавать Ну принципиально новую электронную базу И все мы это методически введем к тому Чтобы вот наши разработки в дальнейшем Перешли в разработки более прикладных задач В связи с тем, что ну просто жизнь Не может останавливаться на том Что мы сейчас имеем с настоящими компьютерами Ну и вот я здесь кратненько еще скажу Вот второй термин Квантовое там устройство и радиофотоника По сути дела, что такое слово радиофотоника Это означает следующее Что мы, вот если мы задумываемся о том Как распространяются радиоволны Как передается информация Есть радиоволна какой-то частоты Есть ее модуляция И соответственно по вот этой модуляции В каком она виде ни была Амплитудная, фазовая, частотная Мы и закладываем ту информацию, которую мы передаем Так вот радиофотоника Это область электроники Когда частота несущая является оптическая частота То есть это и есть передача Широкие каналы, широкие по спектру каналы Передачи информации с помощью света То есть это чрезвычайно важное направление Как для увеличения пропускной способности наших каналов Как для увеличения пропускной способности интернета Так и очень есть важная другая часть Когда у нас много передается информации У нас возможно взаимное влияние Так вот радиофотоника Когда мы Значит идет тактовая частота световая А это чаще всего Это означает, что спектр распространяется в оптовом окне В этом случае одно устройство Относительно другого абсолютно независимо И вот в этом смысле Сейчас делаются Уже производятся абсолютно новые устройства Когда можно складывать вместе такие приборы Которые раньше принципиально рядом Не могли находиться Поскольку сигналы от одного влияли на другой Сейчас, перенося информацию Передачу информации в оптический диапазон Это можно сделать и компактно И малогабаритно И с большим количеством функций Вот кратенько я охарактеризовал это направление Что ж, спасибо за такой развернутый ответ Раз уж мы затронули такие направления Как квантовое устройство и радиофотоника И хотелось бы узнать Чем отличается как раз таки вот это направление Квантовое устройство и радиофотоника От распределенных интеллектуальных систем Чем они отличаются? Ну, наверное, нам надо отвечать будет вместе Значит, принципиальная разница в чем? В том, что подходы для генерации излучения Управления излучением Они и там, и там радиофизические Все это радиофизика Принципиальная разница заключается в чем? Что здесь более высокие частоты На которых мы работаем А для того, чтобы работать на этих более высоких частотах Там невозможно без использования квантовых свойств Квантовых свойств, квантовых структур и так далее И вот эта принципиальная разница на самом деле Это частотный диапазон Это принципиальнейшая разница Но все оно вместе объединяется Как Олег Николаевич вначале сказал Все связано с распространением радиоволон С пониманием этих физики, этих процессов и так далее Вот принципиальная разница заключается в этом А задачи, если говорить так, интегрально задачи То они решаются одни и те же Ну, я, поскольку я вот взял учебные планы Я хотел бы еще немножко вот курсы назвать Да, более конкретно Значит, распределенные интеллектуальные системы Курсы современной радиосистемы Сетевые операционные системы Основы информационной безопасности Распределенные системы удаленного сбора информации Физика генерации излучения радиоволн Квантовые вычисления и связь Формирование сигнала в их оптимальной обработке Нелинейные волновые процессы Сети радиотелекоммуникации Микроэлектроника программирующих измерительных систем И радиофизические методы исследования природных средств А уже для квантовой радиофизики То есть в области квантовой радиофизики Это физика нелинейных явлений Законы спиновой кинетики Изучение квантовых свойств конденсированных средств Современные методы магнитного резонанса Экспериментальные методы квантовой радиофизики Лазерная спектроскопия Современная криогеника Функциональные материалы То есть видите, что здесь современные материалы Для квантовых устройств преобладают Потому что здесь мы исходим из физики А в первом случае мы все-таки, наверное, делаем более прикладное направление Хотя здесь фундаментальности, конечно, тоже очень много Потому что и обработка сигнала, и способы модуляции, и физические свойства среды Все это используется Но здесь мы нацелены уже на конкретный результат создания интегральных проектов Именно с точки зрения распределенных интеллектуальных систем А здесь в квантовой радиофизике создание материалов Материалов и приборов тоже Приборов, да Для прикладных аспектов Но несколько в другом частотном диапазоне Потому что на самом деле мы движемся все выше и выше Электромагнитного спектра не хватает И вы ощущаете, как устройство становится все меньше и меньше Дальность распространения все меньше и меньше Как передать информацию из одной точки Это нужно через множество точек ее передать Каким образом организовать эту связь То есть здесь очень-очень много различных таких вопросов Поэтому я бы так сказал, что это микромир и наномир Еще с точки зрения частотного диапазона Это СВЧ и выше, это терагерцы А здесь СВЧ и ниже Если деление по частоте Если для отделения по частоте Ну я буквально два слова добавлю здесь И вот если мы, скажем так, вернемся на 60 лет назад Это 1960 год, когда был изобретен первый лазер Тогда вот он был единственный первый лазер на твердом теле Это лазер на рубине Он был там у одного человека в этом году, так сказать, в 60-м Потом стал появляться Теперь, если мы посмотрим каждого из нас То у нас, ну как минимум по нескольку штук лазерных излучателей в карманах То есть я начинаю говорить о сотовых телефонов, фонариков и всего остального Поинтерах и так далее И вот для того, чтобы все вот это развивалось дальше Необходимо глубоко смотреть как физику Но когда смотришь физику, для того, чтобы появились устройства Надо четко понимать задачи радиофизики И вот это наше направление Оно и чем интересно Смотря вглубь вещества, мы отвечаем на те задачи Которые требуют современной действительности Спасибо В реальной практике, кто будет заинтересован в выпускниках данного направления? Давайте так же, может быть, последовательно Ну, смотрите, я уже сказал Индустрия 5.0, да Это то, что мы говорим Интернет вещей Передача данных А интернет вещей, вообще говоря Развиваются совершенно колоссальными темпами Я здесь даже, наверное, ничего говорить не буду Потому что наши слушатели Или там зрители Наверное, наслышаны относительно этого Так вот Мы можем создать Любую интегральную систему По сбору огромного количества данных Обработки, хранения И принятия решений То есть какие-то системы могут Самые разные Поэтому мы позиционируем наших выпускников Как руководителей проектов Интегральных проектов По системам Распределенным системам Сбора и управления данными Поэтому это самые-самые различные направления Это, конечно, это радиотелекоммуникации Конечно, это системы банковские Конечно, это силовые структуры Конечно, это энергетический комплекс Да, понимаете, вот Я уже упомянул, скажем, проекты, связанные Вот у нас с КАМАЗом С робототехническими системами Значит, автоматизированные комплексами КАМАЗ То есть, которые в автономном режиме управляются Пожалуйста, вот одно из направлений, которым мы занимаемся Или управление Роем Значит, вот С точки зрения Как собрать мультиспектральную эту информацию Принять решение Понять, что мы щупаем Иначе получается, как вот те слепцы Кто-то там за хобот слона Кто-то за хвост слона А в целом мы не можем определить Вот для этого нужно Всю эту информацию собрать Ее обработят Вот эту мультиспектральную информацию Объединить Поэтому самые-самые здесь направления интересные Еще раз говорю Что это люди, которые могут быть интеграторами проектов Руководителями проектов Поскольку они обладают компетенциями Которые позволяют им принимать решения И в области программирования И в области электроники И в области обработки сигналов И в области распространения радиоволома Такие энциклопедические знания Компетенции Вряд ли любое другое направление дает Очень много вопросов Может быть я кратко добавлю Буквально пять слов Потому что я ответил Я буквально пять слов добавлю Значит вот Все применения, связанные с лазерной техникой Это там, где наши специалисты востребованы Значит это Я очень такими крупными мазками Лазерная медицина Применение лазеров в медицине Это сложная задача Но по этому пути мы идем Мы идем по какому пути Создание лазерной техники Ее апробации вместе с медиками Второй момент Создание лазерных систем Для передачи информации Для технологических задач Обработка материалов Резка материалов и так далее Вот это одна задача Но поскольку для того, чтобы решать задачи квантовых систем Мы уже упоминали Что необходимо уметь заглянуть внутрь вещества Необходимо понять физику То вторая часть наших выпускников Она очень охотно идет заниматься наукой И работает в научных учреждениях Прежде всего вот в тех областях Которых они поднатарели Изучили во время обучения магистратуры Многие абитуриенты спрашивают А где проходит практика для студентов данного направления? Наверное я отвечу на этот вопрос Дело в том, что Я сразу хочу сказать один тезис Дело в том, что У нас практика ориентированное обучение Мы вообще стараемся организовать Наш учебный процесс таким образом Чтобы половина времени Студенты проводили в аудиториях И возле лабораторных комплексов Измерительных установок А половина времени Они работали в конкретных Научных и практических коллективах Набирая компетенции Вот в выбранной области знания Что это означает? Что вообще говоря Учебных часов у магистрантов не так много Это в отличие от бакалавриата Именно в этом и состоит Поэтому с самого начала Мы распределяем студентов По научным группам Они выбирают свои задачи Уже с первого курса У нас идет формирование Магистровских названий Магистровских направлений И магистровских диссертаций И в соответствии с этим Как правило Они и получают деньги В этих коллективах Зарабатывают деньги Потому что нужно чтобы еще Понятно что жизнь тяжелая Они должны где-то еще работать Чтобы они не отвлекались И соответственно Они проходят там практики Потому что практик на самом деле Очень много Там практики научные практики И вот эти научные практики Они проходят именно в этих коллективах В которых они работают Это может быть и Казанский университет И Академия наук И как прикладные институты В которые мы их направляем На самом деле спектр очень широкий Это и институты И вообще говоря заводские лаборатории И здесь ничто у нас не ограничивает Потому что часть наших магистров С направления радиофизика Проходят свои практики И в Объединенном институте ядерных исследований В Дубне Поскольку там тоже много Всевозможных задач В том числе и задачи Связаны с тем Что мы обучаем По нашим магистрическим направлениям Спектр на самом деле Чрезвычайно широкий Тоже вопрос от абитуриентов Какова стоимость обучения Будет в этом году? Ну я взял специально Точные цифры Стоимость обучения Для граждан Российской Федерации На контракте 155 тысяч 40 рублей Стоимость обучения Для иностранных граждан 180 тысяч 840 рублей Это стоимость обучения в год Стоимость обучения в год Сколько бюджетных мест В этом году предусмотрено Вашим институте? Значит на оба направления Оба профиля подготовки По радиофизике У нас 33 бюджетных места С одной стороны Может быть это кажется немного Но значит ребята всегда С удовольствием идут И есть конкурс А дальше уже так сказать Есть возможность Поступать на контрактные места Я единственное Что бы здесь хотел добавить Для тех ребят Которые будут смотреть списки Пожалуйста смотрите на фамилии Если попадаются фамилии Иностранные То это значит И направление Значит форма обучения Бюджетная То это идут дополнительные места За счет гослиний Из других стран То есть их надо приплюсовывать К тем бюджетным местам Которые я вам сказал То есть здесь может человек подумать Что вот все Бюджетные места закончились Например там Из какой-то другой страны Человек По государственному соглашению Между нашими странами Получает дополнительные бюджетные места Здесь пожалуйста Всегда надо консультироваться С теми людьми Кто у нас занимается приемом И здесь они вам дадут Полную исчерпывающую информацию Помимо высоких баллов на ЕГЭ Что нужно студенту Чтобы поступить на бюджет То есть какие-то дополнительные задания ЕГЭ это магистратура вообще не нужен Это бакалавриат ЕГЭ нужен А в магистратуру у нас есть Внутренний экзамен Значит В этом году В связи с тем Что вот У нас пандемия Многие институты Нашего университета Перешли на сдачу Вступительных экзаменов Онлайн В форме тестирования Мы поскольку Так сказать Все-таки Считаем правильно Всегда поговорить С молодым человеком Мы В онлайн режиме Но у нас устный экзамен Почему мы таким образом решаем Потому что Программы подготовки В разных вузах Они несколько отличаются Друг от друга И чтобы хорошие ребята Всегда могли себя показать Поэтому мы в устной форме В онлайн В Microsoft Teams Есть расписание экзаменов Мы принимаем экзамены у всех И это есть на сайте Вывешены Программы Вступительных экзаменов По каждому профилю Эти программы Можно скачать Посмотреть Какие там есть вопросы В этих программах Больше вопросов Чем там есть Их не зададут Мы поступаем честно В данном случае И есть расписание консультаций Когда можно задать Все вопросы О том А как будет реально Проходить экзамен Плюс экзамены У нас будут сдаваться Тоже в несколько этапов Будет этап До 18 августа Принимаются документы После 18 августа Начинаются экзамены Экзамены Вот если я смотрю на бумажку У нас будут происходить так Основной экзамен 21 августа 20 августа Консультация И 27 августа Резервный день Для тех Кто по какой-либо причине Не смог прийти Не прийти А принять участие В онлайн экзамене 21 августа А вступительный экзамен Для иностранцев У нас уже сейчас идут Для иностранцев У нас уже идут Вступительные Выпускник Бакалавр Который Заинтересован В поступлении На направлении Радиофизика Вот что вы можете Ему сказать И посоветовать Кто собирается Поступать На магитарском Поскольку я отвечал Олег Николаевич Вы начните Я чуть-чуть добавлю Приходите к нам учиться Что я могу сказать Ну здесь Я хочу что сказать Фактически Наши программы Модифицированы Таким образом Что мы готовим Специалистов Завтрашнего дня Поэтому Тот кто остановился Тот уже проиграл И На самом деле Элементы Будущего Уже они существуют Только Как говорится Они неравномерно Распределены Вот радиофизика Такая наука Что когда Что она как раз Создает Технологии Будущего Если вы приходите К нам учиться Вы фактически Идете В шаг Со временем Да И опережаете его И то что Здесь кажется Сейчас еще Фантастикой На самом деле Это будет Завтра Очень и очень Востребовано Поэтому Мы приглашаем вас На именно Это направление Еще раз Хочу сказать Это практикоориентированная Подготовка Это подготовка В научных коллективах Это Возможность В дальнейшем Поступать В аспирантуру И По самым Различным направлениям Это опять же И по радиофизике И По физике Магнитных явлений И по физике И по радиотехнике И по радиотехнике По системному анализу То есть У нас самые Самые Различные Направления Есть возможность Уехать В научные коллективы За рубеж Почему? Потому что У нас Широчайшие Научные связи За рубежом И поэтому Мы вполне Можем И стажировки И есть возможность Просто уехать На один семестр Например В Германию То есть Мы фактически Создаем Специалистов Которые Востребованы Во всем деле Ну я буквально Два слова Добавлю Вот Обращаясь К нынешним Убитурентам Я надеюсь Что вы поступите Я надеюсь Что вы к нам Придете Первого сентября В институт И первая у меня К вам просьба Сразу Вливайтесь Вливайтесь В научные коллективы Это полезно С двух сторон Первое Вы покажете Себя Второе Вы сможете Зарабатывать Не отходя От учебы Вот Все научные коллективы Они все живут На проектах Как только Вы показали себя Вы точно так же Будете получать Зарплату Ну а тем Кто интересуется Вот Возможностью Прохождения Обучения В том числе И в зарубежных вузах У нас есть Программа Двойных дипломов По магистратуре С университетом Города Конозавы Это двойные дипломы По магистратуре У нас Есть Ну наверное Возможности В каждой научной группе Она сотрудничает С кем-то Из зарубежа Соответственно Наши коллеги Обычно Ездят в командировки Достаточно часто И поэтому Наши студенты Точно так же В этих научных группах Могут получить Возможность Постажироваться Ну Единственное К сожалению На последние полгода Мы прервали В связи с пандемией Вот эти вот поездки Но я думаю Что это все закончится В ближайшем будущем И все возобновится Как мы жили раньше Около 40% Публикации Института физики И по физике И по радиофизике Это международные коллективы Это с участием иностранцев Или Нашим участием В иностранных коллективах Поэтому Самые обширные Международные связи Наука Международная То есть Она конкурентно способная И поэтому Наши студенты Естественно Потом найдут В себе место В любой точке мира Хотя конечно Мы хотели бы Чтобы они работали В России Хотели чтобы они Оставались в России Хотели чтобы Работать и у нас И последнее Вот может быть Добавлю еще одну цифру Что примерно 25% Публикаций Нашего института А это примерно Около 580 580 Публикаций В год Это публикации Когда Соавтор Есть Студенты И бакалавры Например Магистры И аспиранты То есть На самом деле С точки зрения Будущего Когда Надо показать Что у тебя есть В портфолио У них будет Что есть На будущее Что ж Еще раз Спасибо за ваши Ответы И раз Вопросов Уже нету Я предлагаю Нам с вами Завершаться Напоминаю То что В эфире Был Инсталайв С институтом физики На все вопросы Отвечали Директор Института физики Никитин Сергей Иванович А также Заведующий Прошу прощения А также Руководитель Высшей школы Киберфизических систем И прикладной электроники Шерстяков Олег Николаевич Что ж На этом у меня все Оставайтесь с нами И следите за нами В социальных сетях До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова